Девушки отдыхают Четвертый международный турнир детских хоккейных команд континентальной хоккейной лиги Кубок «Газпромнефти», прошедший традиционно для последних трех лет в Омске, принес немало сюрпризов. Борьба за Кубок велась между 16 командами из разных регионов и даже стран. Кто бы мог подумать, что новички турнира «Казанский Акбарс» и «Нижнекамский нефтехимик» оставят позади прошлогодних чемпионов. Трактор «Челябинск» и локомотив «Ярославль». Ну финальный матч, то что получился, как ожидаемо, праздник, то что вышел в финал две татарстанские команды. Никто, наверное, нас не рассматривал как фаворитов турнира. Мальчишки к этому матчу шли, скажем так, играя тяжелые игры, все игры получились тяжелыми. Проведя беспроигрышную серию, на протяжении всего турнира казанская команда уверенно шла к победе. Первую игру «Акбарс» провел с подмосковным «Атлантом». Проигрывая по ходу встречи 0-1, казанцы сравняли счет лишь за три минуты до конца финальной сирены. В серии буллитов сильнейшим оказался «Акбарс». Победный буллит реализовал Павел Самсыкин. В своем втором матче на турнире против команды «Сибирь» хоккеисты «Акбарса» решили не испытывать судьбу и с первых минут бросились в атаку. В результате уже на четвертой минуте счет стал 2-0 в пользу казанской команды. Далее игра продолжалась на встречных курсах, в которой «Акбарс» забил еще две шайбы, а «Сибирь» отличилась лишь однажды. Итоговый счет 4-1 в пользу команды из Татарстана. После двух побед в группе «Акбарс» обеспечил себе выход в первую восьмерку стадии плей-офф. К чести казанцев и третью игру «Акбарс» провел с полной отдачей. Соперник фаворита — команда «Металлург» первые два матча проиграла и потеряла все шансы биться за призовые места. Возможно, благодаря этому обстоятельству обе команды играли в открытый хоккей. Зрителей ждала голевая феерия из девяти заброшенных шайб. Шесть шайб на счету «Акбарса» и три «Металлурга». Свою четвертую победу «Акбарс» одержал над хозяином турнира омским «Авангардом». По словам капитана «Казанцев» Артемия Князева, ребята победили благодаря настрою на матч. Каждый игрок «Акбарса» сумел подчинить свои действия интересам всей команды. Преимущество «Казанцев» в игре против «Авангарда» было подавляющим, о чем свидетельствует финальный счет поединка 4-1. Полуфинал «ЦСКА «Акбарс» стал одним из самых напряженных матчей турнира. Первый период закончился со счетом 1-1, второй 0-1 в пользу «Акбарса», третий 1-0 в пользу армейцев. Основное время матча завершилось в ничью 2-2. Для выявления сильнейшей команды понадобилась серия буллитов. Казанцы вышли из нее победителем. Финал, однако, отнюдь не стал формальностью для «Акбарса», хотя поначалу оборона «Нефтехимика» просто не справлялась с натиском форвардов соперника. Результат. В первом периоде клуб «Казани» ведет со счетом 3-0. Секрет такого головокружительного результата в бросках под перекладину. А ведь это уже совсем взрослый хоккей, так как в силу возраста вратарям тяжело перекрывать именно верхние углы. Уйдя на перерыв, «Барсы», видимо, расслабились. А зря. Уже к концу второй-третьей матча «Нефтехимик» выравнивает счет 3-3. Но «Акбарс» и не думал так просто сдаваться. Собрались, и во второй 15-ти минутке Артемий Князев, капитан команды, забивает четвертую шайбу. Со счетом 4-3 команды отправляются на последний перерыв. Победное, пятое очко казанской дружине приносит Амир Гараев. И «Акбарс» Казань становится законным обладателем кубка, не проиграв ни одной игры турнира. В качестве послесловия тренеры казанской команды поделились впечатлениями от игры. При такой аудитории мы играли первый раз. Вот этот фактор, фактор то, что родители, то, что телевидение. Поэтому матч, может быть, такой и получился. Поначалу он оказался легким для нас. У нас шла игра, многое получалось. Мальчишек, уверенность была. Потом получилось так, что играть нужно все 45 минут, скажем так. Я не могу сказать, что наши игроки расслабились. Просто здесь течение обстоятельств. Пропущенная шайба, потом еще быстро пропущенная шайба. Здесь и взрослые-то люди, скажем, игроки устоявшиеся, могут дрогнуть. Чуть-чуть дрогнули. Огромное спасибо ребятам. Мы его очень поблагодарили. Потому что были очень непростые ситуации не только в сегодняшней игре, но и в целом. Подошло к концу крупнейшее событие в мире детского хоккея. Победители забирают домой кубок. Они будут хранить награду целый год. Чтобы передать его другой команде, победительнице. Или вновь подтвердить свое право на нее. А на вопрос, откуда берутся эмоции и силы радоваться после такой изнурительной игры, Артемий Князев, капитан команды «Акбарс», ответил, что как бы ни было тяжело и какой бы ни была усталость, берутся. И все тут. Редактор субтитров А.Семкин